сделать его так, чтобы вы получили такое общее представление о модели акта, о теоретических основах философских, и почувствовали, попробовали через примеры, я такой условный кейс сделал для вас, как вы можете применить эту модель, попробовать применить ее, наложить, пощупать, может быть, даже в своей повседневной практике. Так, сейчас я раскрою. Значит, что такое терапия принятия ответственности для меня? Для меня это прежде всего прагматическая философия, и у модели акта есть философская база, на которой она основывается. Модель, это не просто интегративный подход, это стройно-выстроенная модель, которая охватывает философский, теоретический и методологический уровень. Это унифицированный подход, то есть, что это значит? Это значит, что это трансдиагностический подход, то есть, применяющий общие принципы для разного рода нозологических единиц. И способ, конечно же, организации терапевтического мышления, потому что, что такое модель психотерапии, это способ смотреть на то, что происходит с нашими клиентами, пациентами. Форма мышления такая вот. И что значит фрагматическая философия? Как вы знаете, там разные направления психотерапии базируются на разных направлениях философских. Соответственно, на чем базируется акт? На смеси философии прагматизма и контекстуализма. Про прагматизм возможно слышали. Это, в общем, такая доминирующая философия американского континента, которая, собственно, определила развитие нации в 20-м столетии и науки, и социальных движений многих. Дьюи, Пирс, такие имена. Собственно, а контекстуализм добавил в этот прагматизм такой вот взгляд на то, чтобы в результате получился функциональный контекстуализм. Это и есть та философия науки, на которой базируется акт. И эта наука занимается тем, что разбирает действия в контексте. То есть мы смотрим с позиции этой философии на все, что человек делает, как в заданном контексте это позволяет действовать наиболее эффективно, наиболее эффективно достигать своих целей, в акт, в частности, реализовывать свои ценности, свои мотивы. И критерием истины, как у любой философии есть критерий истины, является работоспособность, что, в общем, ожидаемо для прагматизма. То есть если есть контекст, есть проблема, есть точка приложения усилий, и мы получаем нужный результат, особенно если мы еще воспроизвести можем его, да, он воспроизводим, то на данный момент это решение есть истина. Все так относительно просто. теперь немножко раскрою больше про унифицированный подход. Сейчас вообще в психотерапии нарастает такое движение трансдиагностическое, и если говорить про мир КБТ, то вы знаете такого патриарха когнитивно-поведенческой психотерапии Дэвида Барлу, он выпустил у нас, у нас изданное его клиническое руководство по работе с психическими расстройствами в КБТ, и Дэвид Барлу был наставником докторской работы, докторского исследования Стивена Хейса, который разработал с товарищами АКТ, И вот такой научно-практический интерес Барлу и как следствие у Стива, и там у многих коллег, учеников и соратников, это выяснение, это интеграция психотерапевтических моделей не через теорию, как часто мы можем слышать в всяких спорах в интернете, что вот это там сочетается с этой теорией, не сочетается с этой, нет, они решили пойти по другому пути, они решили выяснить, какие факторы в развитии психических расстройств являются общими для всех психических расстройств, именно психологические факторы. И в частности у Дэвида Барлу он разработал такой называется унифицированный протокол, недавно наша команда АКПП с трех человек первая сертифицировалась в его институте, это унифицированный протокол для работы с расстройствами настроения. И как и в нем, так и в АКПП, почему я так захожу, немножко в исторической перспективе, в АКПП это, собственно, идея перешла, что одним из явных трансдиагностических элементов развития, например, расстройств настроения, является экспериментальное избегание, эксперименциальное избегание, можно встретить его в такой перевод в российской литературе, или избегание опыта, если проще говоря. То есть, это попытка усилием воли скорректировать свои когниции, эмоциональные переживания, и эта попытка в долгосрочной перспективе чаще всего наносит поведенческий вред. соответственно, к этому, к унифицированному подходу, это такая темная сторона, экспериментальное избегание, а такая светлая сторона, тоже трансдиагностическое понятие, которое предложил Стив Хейс, это психологическая гибкость. И вот вы видите, что собственно контекстуальный подход из философии плюс унифицированный подход формируют такие три фактора, которые являются, ну, представляют интерес, являются смешенью. Биологический контекст психики – это тело, то есть мы должны понимать нейробиологические особенности, мы должны понимать особенности влияния тела и телесных процессов, будь то генетические патологии, патологии развития, условно норма, как это влияет на психику, психологический контекст психики, как исторический, да, история развития, так и актуальный, то есть какое окружение, какие факторы влияют на человека, и специфический процесс, как я говорил, это вот психологическая гибкость и экспериментальное избегание. третий пункт описание, что такое акт для меня, это способ организации терапевтического мышления, то есть при всей сложности работы, клиент-терапевтических отношений, множество деталей, нюансов, в общем, я так вижу, что акт-терапия проходит четыре шага. Первое, мы анализируем действия в контексте, да, то есть проблемное поведение, поведение, которое, практика которого ухудшает качество жизни человека, выделяем избегание опыта, то есть какие сильные чувства, какие там навязчивые мысли, критикующие мысли, любые другие, неприятные, естественно, мысли, человек пытается избежать. Анализируем шесть процессов психологической гибкости, где идет нарушение, где эти процессы сбиты, и на основании этого составляем план терапии. Вот, собственно, четыре таких простых шага в такой сложной работе, как психотерапия. И, конечно же, конечно же, это отдельная большая тема в контекстуальных подходах, ну, и в любых других, наверное, о чем мы говорим, это клиент-терапевтические отношения. В частности, одна из интегративных поведенческих моделей, такая терапия, сфокусированная на сострадании, предполагает, прежде всего, развитие сострадательного отношения, и оно выделяет работу с состраданием как с поведением. То есть, они вот описали сострадание как форму определенного поведения, имеющего, как, ну, биологические, психологические, социальные последствия этой практики. CFT, вот так называемая compassion-focused therapy, терапия сфокусированной сострадания, тоже относится к контекстуальным подходам. И еще одно направление хотелось бы упомянуть, это функционально-аналитическая психотерапия, она применяет поведенческие методы внутри клиент-терапевтических отношений для того, чтобы корректировать дезадаптивное поведение, неэффективное поведение клиента, помогать ему развивать более эффективное поведение, направленное на улучшение качества жизни. Я, ну, их так у нас принято относить к так называемой третьей волне когнитивно-поведенческой терапии, на самом деле никаких волн нет, это такое случайно выстреленное описательное название и оно больше вносит смуты, чем пользы, поэтому я стараюсь его не использовать и вас призываю там как-то не мысли через волны, потому что, например, профессор Стефан Хоффман, я потом дам ссылку на этот большой обзор, я частично его переводил, рассматривает когнитивно-поведенческую терапию как большую семью и классическое КБТ кучкуется вокруг скорее там бег, его идеи, а поведенческие направления как акт, фаб, сефти, они кучкуются вокруг скиннера больше, одни больше, другие меньше, и переосмысливают скорее радикальный бихевиоризм скиннера, и ближе, например, акт как модель, она не разделяет идеи, в принципе, часть идей, вот, триединная модель мысли, чувства, действия, которая используется, там, смэр, да, вот это АБЦ, она использует другую совершенно метод анализа, и конкретно методология в акт, это методология прикладного анализа поведения, вот и платье хеверал анализис, и в этом смысле акт ближе именно к поведенческому анализу, чем когнитивной терапии Бека, теоретически и методологически, вот, поэтому, если будете использовать просто понятие семьи, скорее, да, большое, это будет влиять на ваше восприятие и ваши возможности интегрировать одно с другим, практиковать там, без конфликтов, что было первое, что было второе, что было третье, оно просто, это просто разные ветки, никакой последовательности особо нет. Цель и акт, собственно, цель одна, это развитие психологической гибкости, что такое психологическая гибкость, все очень просто, в первую очередь это осознанность, то есть осознанно отслеживать момент за моментом, это старое доброе со времен Фрейда тестирование реальности, которое мы называем модно теперь осознавание контекста, понимание контекста, это контакт со своими глубинными мотивами, которые называются ценностями, и способность выстраивать свое поведение, то есть, если есть я, есть контекст, есть мои ценности, а мое поведение это мостик изнутри снаружи, как я выстраиваю, насколько эффективно я выстраиваю свое поведение с учетом контекста для реализации своих ценностей и мотивов. И делаем это мы через увеличение чувствительности контекста, то есть, тестирование реальности и поведенческие эксперименты как нельзя лучше здесь подходят и через функциональную связанность, то есть, мы через использовать теорию языка и когниции, которая в основе отлежит так называемой теорией религиозных фреймов и используя правила, которые теория объясняет, правила того, как наш язык работает, именно язык. Мы все время помогаем клиенту связывать разные элементы опыта, как там и тогда связано здесь и сейчас, как это поведение связано с этим, а это с этим, а это с контекстом, а это с ценностями, то есть, мы все время делаем функциональную связанность, исследуем функциональную связанность. РФТ, теория религиозных фреймов, это отдельная большая теория, это теория, которая рассматривает язык как форму поведения, так, собственно, называемое вербальное поведение, это переработка дискинера, и в этом смысле мы работаем в радикальном бихиаризме с поведением в принципе, внешним или внутренним, то есть, например, если классическая КБТ говорит, что мы работаем с когницами и с их содержанием, мы говорим здорово, но мы работаем с процессом мышления, то есть, как мы мыслим эти мысли, соответственно, с процессом того, как мы обрабатываем чувства, с процессом того, как мы действуем, соответственно, для нас все является поведением, оно может быть так называемое кавард, по-английски, то есть, внутреннее поведение, аверт, внешнее поведение, наблюдаемое. И для того, чтобы нам работать со всем этим, первое, что нам необходимо, это принятие. И у принятия есть множество разных толкований, иногда они весьма странные, которые больше скорее к смирению относятся, но вакт принятия это позиция, это в первую очередь позиция открытости и готовности встретить происходящее. Да, если говорить там 12 шагов, здравствуйте, я Коля и я алкоголик. И соответственно вакт мы говорим я Коля и делаю эту презентацию, я волнуюсь, я замечаю стыдящие мысли, я замечаю потные руки и это то, что у меня есть. И я замечаю просто как это влияет. Не стараюсь там отдышаться, успокоиться, да, как-то просто это есть, я это замечаю и пытаюсь наблюдать как как это влияет на то, что я делаю. Например, на слова паразиты. У меня это соответственно слово. Второй момент, второй процесс это присутствие в моменте. Наш ум, да, так или иначе склонен вообще путешествовать. Мы либо в будущем и тогда наш ум очень тревожный, либо мы в прошлом и тогда мы завязаны в наших травмах, в том, что папа не купил велосипед, когда так хотелось, порушил всю жизнь. Это в лучшем случае, иногда и в чем похуже. И одна из проблем этого, что наше тело все равно остается в настоящем. Но вот наш ум может бегать туда-сюда и вот эта неконгруентность может сама по себе быть источником неприятного опыта. И практика mindfulness здесь это вот как раз точка применения практики mindfulness в том числе, да, это вернуть нас в настоящий момент, момент за моментом, осознать, что с нами происходит, что происходит как в нашем теле, так и в нашем уме. Следующий процесс это self как контекст это наблюдающая self, мета-когнитивная позиция и это то, что можно выразить в прайсе я замечаю опытную неидентичному, например, вы слышите меня, вы слышите мой голос, но вы понимаете, что этот голос снаружи, он не у вас в голове и вы тот, кто его слышит и можете выбирать, как к нему относиться. верить моему голосу и тому, что я говорю, не верить, критиковать, задавать вопросы и здесь открывается достаточно большое пространство для техник классического КБТ, которые мы с удовольствием используем и с удовольствием и уважением разделяем с классическим подходом. Но в целом это такая позиция и сейчас идет такое сближение очень модели акт с моделью терапии сфокусированного сострадания, где которая дополняет этот процесс очень таким маленьким нюансом, но для меня очень существенно, поскольку я изучаю обе модели, это формирование сострадательного селф как контекст, потому что вообще в акт традиционно это достаточно нейтральная позиция. Я просто наблюдаю за своим опытом. Но CFT предлагает практики guided imagery, в частности некоторые интегрируют практики осматического подхода для того, чтобы формировать именно сострадательное селф, сострадательную позицию по отношению к самому себе, что очень, в общем-то, непривычно для наших людей. По моему наблюдению. Соответственно, слово паразит, ценности. Это как бы вот самая изюминка акта. Это работа с глубинными мотивами. Как сказал моя коллега мы как свиньи ищущий трюфель. Мы ищем, ищем что для человека важно, что придает смысл его жизни, каким человеком он хочет быть. И это то, что мы задаем клиенту, кто и что важно для вас. И каким человеком вы хотите быть по отношению к себе, прежде всего, как вы хотите относиться к себе и к другим людям, к миру, к вашей работе, как вы хотите существовать в разных контекстах. Для этого есть тоже отдельные инструменты, есть инструменты измерения для всех этих шести процессов. Они валидизированы, ну, в основном, конечно, на английском, некоторые на испанском, я знаю, французском. Все можно скачать на сайте ассоциации ICBS, я потом в конце расскажу. Следующий процесс мотивированное действие. И мотивированные действия это непосредственные шаги, это непосредственное изменение поведенческого репертуара, внешнего поведения, в том числе, по направлению к реализации ценностно ориентированных целей. Это очень важный момент. Конечно, мы ставим цели, но это цели, мы учимся разделять цели, управляемые выученными правилами, так надо, так положено, счастливые люди не плачут, не грустят, мужчины не плачут, женщины, возьмите любой стереотип поведенческий и поставьте. цели, или мы ставим ценностно ориентированные цели, то есть, каким человеком я хочу быть, каким человеком мне важно быть в профессии, например, или в семье, и какой самый маленький шаг я могу сделать для изменений. Основной такой лейтмотив действовать несмотря на, то есть, неважно, депрессия у меня, тревожное расстройство, ОКР, наша задача выйти на контакт с ценностями и запланировать, помочь создать план поведенческих изменений клиенту. Конечно, мы не знаем, что ему надо, и было бы самонадеяно иметь какой-то план для этого, какие-то шаблоны, мы, конечно, предполагаем сделать, и там есть определенные правила, но в целом, даже если вот рассматривать таким клиническим языком, собственно, все, что мы предлагаем, весь технический арсенал когнитивной или поведенческой терапии, он здесь активно может использоваться, главное, чтобы это было как-то последовательно, соответствовало модели и предположительно помогало наилучшим образом. такой акроним, предложенный Эврасом Харрисом, то, чем к нам приходит, это клиент в общем со страхом, и если, кстати, акроним, если мы смотрим акроним, то это когнитивное спутывание, фьюжн, распутывание с мыслями, мы верим как истине, это один из процессов тоже, когнитивное спутывание, когда наше мышление, наше внутреннее содержание, содержание наших мыслей является как бы истинной для нас. И как раз мне эта позиция связана в первую очередь с тем, чтобы набрать дистанцию и посмотреть на это критически просто со стороны. И это оценка опыта, что то, что со мной происходит плохо, и обычно клиенты происходят, что клиенты к нам приходят с тем, что им плохо, и они говорят, со мной что-то происходит, я как-то очень зол, или я очень расстроен, или я, если перевести на простой язык, язык чувств, что-то со мной происходит, какие-то навязчивые мысли, значит, со мной что-то не так, так быть не должно. Avoidance, да, это избегание опыта, соответственно, они говорят, так быть не должно, я не хочу это чувствовать, дайте мне таблетку, дайте мне технику какую-то, и чтобы я перестал про это думать, это чувствовать, и, конечно, мы не можем выполнить этот запрос в акт, вот, и reason giving, это такое R, придание смысла своему поведению, ну вот, это когда клиент говорит, что эффективное поведение, это то поведение, которое помогает мне не чувствовать, и, собственно, поэтому он его практикует, неважно, использует ли он самоповреждающее поведение, отказ от еды, или слишком много еды, или курение, или алкоголь, или что-то еще, или ритуалы, в любом случае, его внимание сфокусировано на краткосрочных последствиях, которые подкрепляют его поведение, что это помогает снизить чувствительность, помогает не чувствовать, не думать, да, отвлечься, и поэтому я это практикую, поэтому это хорошо, но на самом деле нет, с позиции А. и для этого у нас есть антидот, антидот к страху, это D, это, ну, Фи, вы знаете, D это страх, а D это сметь, буквально посметь, посметь сделать что-то по-другому, посметь, бросить вызов страху, и здесь есть D, diffusion, распутывание, собственно, здесь мы используем и сократический диалог, и гвинитивное реструктурирование, наша задача распутать, распутаться от мыслей, занять метод-позицию, увидеть со стороны, увидеть, что мысли, и это мы делаем через поведенческий эксперимент, поскольку, как я напоминаю, акт, это, прежде всего, поведенческая терапия, не когнитивная, поэтому мы через поведение, через поведенческие эксперименты, через метафоры помогаем клиенту увидеть, как можно действовать по-другому, несмотря на содержание мыслей, самый простой пример, кто-то чему-то учился, и мысли были, господи, я никогда не смогу, у меня никогда не получится, и страх был, страх осуждения, и все на меня посмотрят, видят, идиота, например, как у меня сейчас, когда я делаю презентацию, и тем не менее, мы это делали, тренировались, нарабатывали навык, и даже, я уверен, что есть и среди нас люди, и среди вас, которые уже умеют что-то хорошо делать, очень хорошо, и все равно волнуются, боятся, и хун там говорит им разные, может быть, гадкие вещи периодически. Реалистичные цели. Это, ну, есть такое направление, тоже вот оно, поведенческое, для депрессии разработанная, такая модель называется, поведенческая активация, мы используем ее принципы, они там очень хорошо прописаны, про то, как ставить цели, реалистичные цели, и когда вот был слайд с маленьким шагом, это, собственно, и есть наша цель, какой следующий маленький шаг ты можешь сделать, потому что вот из теории АКТ можно рассмотреть три группы, ну, как бы, три фокуса, и три группы проблем у клиентов терапии. Первое – это недостаток контакта с мотивацией, когда клиент, как бы, ну, нафига мне это надо, и он, как бы, не очень мотивирован, не очень вовлечен, а. Нечувствительность к контексту. Например, мы все хорошо, мы мотивацию нашли, вот ценности, да, проработали план, а у клиента ничего не выходит. Мы забыли про контекст, и о контексте его повседневной жизни может оказаться такой, что этот план, вот конкретный этот, для него невыполним, ну, в силу условий или их отсутствия. Все, прекрасно работали, внутри сессии сделали, контекст не считали. И отсутствие навыков. Например, здорово ожидать от него, конечно, что он будет развивать метапозицию, но если мы не дали ему инструментов, если мы не дали, не попрактиковали сессии, странно ожидать, что он как-то будет пробовать сделать, только потому что мы ему рассказали, как это здорово, и что есть вот такая метапозиция. Или попробовали недостаточно, недостаточно, не убедились в том, что этот навык как-то ему усвоен, ну, соприкоснулся с ним, не просто в голове, а через опыт. Принятие дискомфорта. Здесь нам тоже в помощь mindfulness. Это, ну, встречать все то неприятное, что внутри происходит, мысли, чувства, ощущения, и не убегать, а наблюдать, смотреть, учиться оставаться в этом. Это я вернулся, да, извините. Реализация ценностей. Ну, об этом уже сказано, я уже много сказал, да, по ходу, по ходу предыдущих слайдов, что в первую очередь, конечно, нас интересуют не какие-то абстрактные цели и не цели, которые, например, там, мы соблазнительно можем увидеть в протоколах каких-то рекомендованных, а в первую очередь, мы, конечно, смотрим, ориентируемся на личность, на то, что происходит сейчас здесь в сессии. И вообще, вот, когда я говорил, кстати, про трансдиагностическое движение, про АКТ, про Барлоу, это такая вот общая тенденция двигаться от протоколов к процессам. Например, шесть процессов, да, это процессуальный подход. Мы фокусируемся не на нозологической единице, а на процессах. И если вам интересно, вот в этом году выходит книжка знаменитого профессора Стефана Хоффмана, он приезжал по приглашению Московской ассоциации когнитивно-похируральной терапии, приезжал в Россию, и они вместе с Стивом Хейсом выпустили книгу, и она так и называется процессуально ориентированная когнитивно-поведенческая терапия. На Амазоне сейчас доступен предзаказ. Собственно, вот так выглядит шестиугольник. Это наши шесть процессов. Он называется гексофлекс, то есть гексагон плюс флексибильность. Флексибильность, гибкость, ее можно встретить прям в буквальном переводе, я видел уже в отечественных статьях флексибильность. Она близка, я думаю, к понятию резилиентности. Не люблю эти термины заумные, но то есть гибкость и есть гибкость, резилиенция тоже гибкость, эластичность. Это обратная сторона гексофлекса, обратная сторона шести процессов. На них мы и сфокусируемся. То есть пришел клиент, он застрял в содержании прошлого и будущего, например, в травматичных воспоминаниях или в пугающих, катастрофизирующих событиях, он не хочет всего этого чувствовать, он одержим ритуалами, или он выпивает, или он повреждает себя, заедает, что угодно делает, он пытается избежать этого. Он буквально верит тому, что у него в голове, то есть, соответственно, он еще и верит, он застрял, потому что он верит. И обычно, ну, классическая гексофлекса, внутри есть стрелки, такие линии, соединяющие процессы, как раз застревание с буквальным спрятием мыслей будет соединено напрямую, то есть, прямые, опосредственные соединения. Он идентифицирует себя с каким-то опытом, с какой-то частью себя, то есть, у self, как контекста, есть темная сторона, это застревание в каком-то конкретном самоописании, например, я клинический психолог, и, в общем, в этом нет ничего страшного до тех пор, пока я клинический психолог у себя с клиентами в кабинете или с коллегами сейчас. Но если я остаюсь клиническим психологом, психотерапевтом со своей женой, со своими друзьями, да, вот тут могут быть проблемы, и я знаю многих коллег, которые, я сам такой был в начале пути, как-то пытались к месту, не к месту применить все эти прекрасные знания, практические, да, изучение каких-то моделей психотерапии по случаю и без. И вот тогда начинается проблема, тогда я не считываю контекст, я застрял в том, что я психолог, я везде это стараюсь применить, и это, например, становится формой избегания опыта, там, где нужно поговорить простым языком, по душам, да, перетереть рамсы, как говорят определенные социальные группы. Я остаюсь психологом, использую заумно терминологию, и, в общем, огребаю по самой не могу. Значит, я идентифицирован с какой-то частью как контент, как содержание, не наблюдающий, а такой вот, одна из ролей. Я думаю, роль была бы самая, самая такая точная аналогия. Непонятны ценности. Для меня здесь является главным правилом, что должно или не должно быть, как в Рэпт, да, это мастурбейшн, да, с фиксацией на дожествование. И для меня самым главным является вот не чувствовать, избежать, и все мое поведение, я выстраиваю, вот все такая фальшивая ценность, да, очень естественная, но фальшивая, это избежать неприятного, не чувствовать. в поведенческом анализе так называется зону поведения под аверсивным стимулом, под контролем аверсивного стимула. Ну и дезорганизованные действия, да, если мы убегаем от большой черной собаки, мы никуда не бежим, мы просто метаемся от нее, и это, в общем, дезорганизованная активность достаточно и утомительная. Собственно, наши клиенты приходят, тем, что они, в том числе, утомлены уже от всего этого. И, например, возьмем, ну, некую условную клиентку, да, некую условную Карину, 33-х лет, которая обратилась по поводу депрессии, на медикаментозном лечении, и вот она рассказывает, что мне нужна помощь, я не знаю, что я хочу, у меня нет сил, я не знаю, чем хочу заниматься, и с партнером у меня вот как-то не получается, и мои друзья устали от подавленного настроения моего, и я не хочу их напрягать, да, соответственно, мы понимаем, что социальная изоляция нарастает, все время ругаю себя, и в общем, в основном, что делаю, по вечерам лежу, смотрю телевизор, ем, все, что мне остается делать. Мы такие, окей, в голове нашей акт-терапевтов начинает работать, соответственно, помните, четыре шага, и, соответственно, с ними у нас начинают работать шестереночки, какое поведение мы берем, вот если момент, например, я дома, у телевизора, то вот это поведение направлено на изоляцию, на выдавление себя в диван, на поедание, оно как-то приближает Карину к ценностям, помогает их реализовывать или уводит от них, что может подкреплять это поведение, например, что-то, чего клиент избегает, и каким способом клиент обходится с мыслями, чувствами в этот момент, и как этот способ является проблемой, и какова стоимость, потому что стоимость это то, это, в общем, один из первых шагов в такой, в тактической работе акт-терапевта показать клиенту, что, в общем, любое поведение, которое клиент использует для облегчения своих страданий, оно в том, ну, засада в том, что оно эффективно, но в очень краткосрочной перспективе, если я, там, мне плохо, и я-то растревожился, и загрустил, я немножко выпил, алкоголь облегчил мои страдания, если я поел шоколадного тортика два, то это тоже стало легче, глюкоза, инсулин, седативное действие, мне стало легче, да, если там у меня сильный эмоциональный перегруз, и я порезал себя, повредил, мне тоже стало, это все действительно работает, но в очень краткосрочной перспективе, и в долгосрочной перспективе дорого стоит, и это одна из задач показать клиенту. И, например, как бы этот кейс мог бы выглядеть в шести процессах, например, застревание в прошлом, меня бросил парень, да, я его в прошлом бросил парень, люди меня бросают, потому что устают, она в этой истории о том, что я бросил парень, извините, я не хочу чувствовать тоску, чтобы избежать этих ощущений, я отвлекаюсь телевизором и едой, понятно, что внимание пенализируется в телевизор, еда вызывает биохимические в том числе изменения, и как-то ее успокаивает, мысли какие у нее, да, она спутана, я не умею быть в отношениях, я не знаю, что мне делать, я никого не хочу напрягать, это правила, это ее внутренние такие вот правила, она с ней спутана, сама стигматизация, она, я в депрессии, я в депрессии, врач, символе, и поставил депрессию, да, диагноз, и она как бы буквально спутана с тем, что я тот, кто в депрессии, вот это я, но нет никакой другой, я Карина, 33 лет в депрессии, неясность тем, кто и что важно для нее в личных отношениях и в работе, и поведение, какое мы наблюдаемое видим, ну что она валяется на диване, ест, смотрит, и как-то так и отрубается зачастую, все, что она делает в основном. И мы тут задаем себе вопрос, ну мы помним, что любое поведение имеет функцию, это функциональный подход, и так же, как в поведенческом анализе, в классическом поведенческом анализе, мы делаем функциональный ассесмент здесь, и модель АПЦ у нас будет функциональная, она будет оценивать наблюдаемое поведение и его последствия. Соответственно, мы оцениваем функцию поведения, как это поведение работает, как оно подкрепляется. Это вот наша работа в начальной стадии и в процессе. И для этого у нас есть вот такая линия, то, что я сейчас буду показывать, так называемая матрица, очень удобный инструмент для концептуализации, для организации терапевтического мышления как у терапевта, так и у клиента. И кто у нас есть на линии? Бельчонок Жора. И кто и что важно для бельчонка Жора, для него важны другие бельчата и орешки. Соответственно, при подходящих условиях бельчонок Жора очень так направлен в сторону других бельчат и орешков. Но в какой-то момент на его пути может вставать препятствие. И тогда бельчонок Жора, как и в общем подавляющее большинство, все живые существа будет двигаться от этого препятствия. И в общем это нормально. Если это происходит снаружи. Мы хотим перебежать улицу, едет большой автомобиль, мы подождем или мы идем по привычной дороге, видим группу гопников и говорим, не, мы будем двигаться от них. Но дело в том, что для нашего мозга, для нашего ума нет принципиальной разницы между внешним и внутренним. Если вы сейчас представите лимон и как-то хорошо прочувствуете, у вас будет также выделяться слюна, как от лимона настоящего. Если вы представите какое-то неприятное для себя насекомое, вас также передернет, как если оно было бы настоящее. В общем, это такой факт. И когда вот эта вся история Бельчонка и Жора начинает происходить внутри, вот тогда начинаются проблемы, потому что внутри и ценности, и движение к ним, и препятствия становятся сразу организованными. И возьмем нашу пациентку, клиентку, девушку Карину. она что делает? Она явно движется, ну, она встречает внутри тревогу, не тревогу, грусть, да, и грустно. И под воздействием грусти она движется куда? От. От того, что ей важно, она движется, в том числе, может, движение к улучшению качества жизни или от, к ухудшению качества. И что она делает, когда она движется туда? Она использует любимую еду, чтобы справиться с этим неприятным опытом, чтобы хоть как-то облегчить свое состояние. И внутри у нее это снаружи. Мы видим снаружи, как, видите, верхняя часть это снаружи, нижняя часть это внутри. И мы снаружи видим у нее пакеты с Биг Маком, там, из Макдональдса, пончики. А внутри что у нее? А внутри я всем надоела, я никому не нужна, тоска. Это что-то происходит внутри. И разделить это внутреннее и наружнее, что внутреннее не идентично с наружнему. Это одна из наших задач, помочь клиенту это увидеть и разделить. И для этого мы применяем практику Mindfulness. Mindfulness это то, что помогает нам сформулировать эту позицию «я замечаю». И это мы делаем в том числе создавая некоторый научающий вербальный контекст для пациента. Когда мы спрашиваем, не спрашиваем «а что ты думаешь?» Мы спрашиваем «а что?» «Какие мысли в твоем мозгу?» «А какие мысли ты замечаешь?» «Твой ум думает?» «Что ты замечаешь?» «Что ты замечаешь?» «Что ты замечаешь?» И таким образом мы помогаем клиенту выучиться говорить про свой опыт из позиции наблюдателя в том числе. То есть у нас такая формальная практика есть mindfulness и неформальная это создание контекста обучающего контекста. И если говорить о шести процессах, то их можно вот наложить на эту матрицу в такой последовательности. То есть мы начинаем с присутствия в моменте, мы берем ситуацию, что за ситуация, мы собираем информацию о том, какая ситуация конкретно, или серия ситуаций, или что-то еще, с чем можно работать конкретно. и когда мы оказались здесь сейчас в этой ситуации, мы начинаем исследовать опыт, и это само по себе уже формирует некоторую позицию принятия. Как мы помним, принятие это готовность и открытость по отношению к опыту, открытость и готовность быть с ним. Распутывание, и здесь все прекрасные техники когнитивной терапии классической работают, и соответственно распутывание с содержимым. Ценности, мы узнаем, кто и что важно, мотивы, формируем наблюдающие селф, то есть, а почему оно внизу, это наблюдающие селф по отношению и к позиции спутывания, распутывания, что происходит слева, и ценностям, мотиваторам, что происходит справа, и как они соотносятся друг с другом, как они взаимосвязаны. И, наконец, мотивированное поведение, оно тоже снаружи, это конкретные действия, направленные на улучшение качества жизни. Как я и говорил, мы проводим анализ функций поведения, анализируем краткосрочный эффект, долгосрочный эффект, мы помогаем клиенту увидеть, что, да, твое поведение работает, но чего это тебе стоит, если ты успокаиваешься алкоголем, чего это будет стоить тебе через год, два, пять, если ты там все время каждый раз ешь и успокаиваешься, чего это тебе стоит, если ты куришь, если ты повреждаешь, не важно, что ты делаешь, да, если ты взрываешься каждый раз, когда ты зол и орешь на всех, ну, ты чувствуешь облегчение, но чего это стоит с позиции отношений, и так далее, и тому подобное. Соответственно, наш терапевтический контракт в акт будет, это фокус на поведении, а не на содержании мыслей, чувств, то есть мы работаем не с мыслями, а с мышлением, не с чувствами, а тем, как человек их проживает, с тем, чтобы понять, как человек ухудшает качество жизни в своем поведении на долгосрочной перспективе, помочь изменить отношение, отношение тоже поведения, к внутреннему опыту, сфокусироваться на мотивах, надеждах, мечтах, предсказания и влияния позитивных последствий поведения, то есть все очень просто, да, если я в контакте со своими мотивами, я выстраиваю свое поведение в соответствии с контекстом, конечно, я буду получать удовлетворение, потому что я делаю то, что для меня важно, имеет смысл, и это удовлетворение, угадайте, что будет подкреплять мое поведение в более широких контекстах. И, конечно, главное, это создание благоприятного терапевтического контекста. Мы контекст для клиента, клиент это контекст для нас, у нас есть свои шесть процессов, свое поведение в сессии, тоже может быть проблемой, а может и не быть. Поэтому мы особо уделяем особое внимание тому, какой контекст клиент для нас и какой контекст для него мы создаем. Вот. Ну, собственно, это прекрасный город Питер. Если Google меня не обманул, то это не Амстердам, а Питер. и я напоминаю вам, что буквально через пару недель состоится конференция большая Конгресса КПП, там будет присутствовать два больших события, это Артур Фриман и Павел Гомес, профессор, который будет рассказывать, вести тренинг, экспериментальный тренинг по функционально-этической психотерапии, как раз той, которая для использования ресурсов клиент-терапевтических отношений. Поэтому это мой сайт, собственно говоря, я тоже буду вести один день по Акт, поэтому приходите, если интересно, звоните, пишите. Вот, теперь я немножко расскажу про организацию как бы обучения и развития в Акт. Смотрите, есть ассоциация ICBS, Дмитрий, но подождите, вы еще немножечко, если хотите. Есть ассоциация ICBS, это главное, нет ассоциации Акт, потому что Акт – это частная форма контекстуальной поведенческой науки. там есть все, если вы, членство основано на донейшн, если вы вносите там буквально 10 долларов, вам открываются куча ресурсов, открывается закрытый форум, это очень питательное и доброе сообщество. есть онлайн у них тренинги по Акт по разным темам, отдельно потом можно написать, я расскажу. Соответственно, в Акт нет сертификации и это очень принципиальная позиция сообщества, которая каждый год пересматривается с неизменным результатом. Как говорит Стив Хейс и основатели, как-то мы умудрились сделать, провести 170 рандомизируемых контролируемых исследований, получить статус evidence-based treatment, в том числе Американской психологической ассоциации, без процесса сертификации. Значит, он говорит, это необязательный процесс, который в основном нужен для того, чтобы отбить денег и выстроить иерархию. Но поэтому вы можете называть себя акт-терапевтом, это основано на ценностях быть профессионалом, на ценностях быть честным и, в общем, практиковать, именно следовать акту, подходу. Но есть так называемый акт-пир-ревью процесс, то есть тренинговый комитет смотрит ваши материалы, я нахожусь в этом процессе последние несколько месяцев, и вот сейчас вышел в финальную стадию, пишутся тренинги, сессии, супервизии, теоретические работы, все это собирается, независимые специалисты, которые с вами не связаны никак, делают ревью, два ревью пишут, потом он передается в тренинговый комитет, и он либо присваивает статус акт-тренера официальный, акт-пир-ревью тренер, то есть это тренер, признанный сообществом, вот так вот в акт, либо дает рекомендации, чего еще надо подтянуть, ты подтягиваешь, доздаешь им, и они, соответственно, присваивают, дают еще рекомендации. Процесс этот стоит для развивающихся стран 10 долларов, он очень увлекательный, очень интересный, помог мне очень структурировать все, что я за эти несколько лет про акт выучил и узнал, вот, вот так устроен процесс развития жизни в акт, если у вас какие-то есть, если вам нужна помощь, если есть какие-то вопросы, можете писать чат сейчас или потом писать мне в фейсбук, на почту, с удовольствием отвечу, у нас в КПСе закрытая такая интервьюзерская группа, я веду сейчас две утренние, вечерние, где мы фокусируемся именно на акт-подходе и в том числе для тех специалистов, которые, ну, просто практикуют для себя его и не хотят быть акт-терапевтами, поэтому приходите, в том числе еще возможность как интегрировать акт-подход и акт-видение в вашу практику независимо от модели, если она принципиально не конфликтует в теории философии. Вот, спасибо за ваше присутствие, рад, что вы пришли и как бороться терапевты в регионах России? Все очень просто, Евгений, нужно написать Алисе, Кавпак, сказать, что интересен Николай Павлов с акта и я приеду, проведу у вас двухневку такую базовую, это, в общем, достаточно, чтобы начать практиковать, а дальше это специализированные уже тематические какие-то тренинги и работы в интервьюзерской группе, поскольку акт экспериментальный подход, чем больше практикуешь, тем опытнее в нем становишься. Вот. Еще какие-то вопросы есть? Администратор пишет, где можно посмотреть программу обучения, ну, у меня есть программа, программа, семинар можно запросить, у меня, я думаю, у Алисы должна она быть, я ей точно высылал, никаких проблем, если у нее нет, пишите мне. Да, Дмитрий, увидимся в Питере, я надеюсь, ну, я точно буду там. Вот. Ну что, друзья, кстати, прошел, да, почти час. Если у вас еще какие-то вопросы есть, задавайте. Спасибо, Евгений, спасибо за то, что пришли. Да, будем рады, если вы найдете для себя возможным, оставить обратную связь на нашей страничке АКПП, это очень важно для нас, мы приветствуем любую обратную связь, выражены в приемлемой форме, будем ждать ваших отзывов. И, ну что, если больше вопросов нет, тогда спасибо, спасибо Ивану за то, что он ангелом-хранителем помогал нам, и, Иван, не знаю, как это завершать. Да, коллеги, думаю, мы на сегодня вполне себе насытились уже достаточно большим количеством полезной информации, на самом деле, очень интересной и полезной. Спасибо, Николай, большое, очень было увлекательно. И вот, по поводу записи, я еще раз голосом наточню, что будет запись выложена, скорее всего, на канале YouTube, потому что, по моему скромному мнению, она, в общем-то, достаточно приличная, должна получиться, но там будет уже Алиса Ковпак непосредственно с руководителями в дальнейшем уже смотреть по качеству и решать. Но я думаю, то, что мы должны выложить эту запись, это будет честно, потому что в связи с нашей, по нашей вине, собственно, и не состоялась встреча тогда, когда должна была состояться. Вот. И многие люди, я думаю, вследствие этого не смогли к нам сегодня, к сожалению, подключиться, поэтому было бы честно выложить ее в открытый доступ. Тем более, то, что, да, никаких тут таких секретов, прямо особо запретов нет, тем более, что вебинар бесплатный абсолютно. Думаю, то, что мы его выложим в ближайшее время. Но это, опять же, повторюсь, от руководства ассоциации зависит. Там уже, я думаю, вот, будем решать. Спасибо. И до встречи на мероприятиях АКПП и в веб-формате. Спасибо большое. Всем коллегам. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok